Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева и я расскажу об экономических итогах года. Первое и самое значимое событие – Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. Пока на экономике это не сказалось, но крутизны краю уже добавила. Как России проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Чемпионат давно прошел, а память о нем осталась и не только в воспоминаниях преданных болельщиков, но и в кошельках россиян. Банк России выпустил купюру, посвященную этому, без сомнения, грандиозному спортивному событию. Легендарный вратарь Лев Яшин и маленький мальчик на лицевой стороне. Футбольный мяч в виде земного шара на оборотной. По задумке дизайнеров, композиция символизирует преемственность поколений. Ребенок видит перед собой цель и мечтает добиться признания футбольного сообщества так же, как и его кумир. Интересная самая особенность – то, что она изготовлена из полимерного субстрата. То есть это первый памятный обосмотр и вообще первый денежный знак в России, который сделан из полимерного субстрата. Всего выпустили 20 миллионов экземпляров. 200 тысяч из них направили в Приморье, и они моментально разлетелись по краю. Изготовление таких денег – дорогое удовольствие. Купюры не мнутся, не мокнут, не рвутся, только что горят, вернее, плавятся. И подделать их практически невозможно. Мальчик держит в руках мяч. Мяч выполнен из специальной краски, которая при наклоне от себя на себя меняет цвет. То есть каждый кубик мячика меняет цвет с темного на светлый. Затем у нас здесь имеются три прозрачных окна. В одном окне мы видим футболиста, бьющего по мячу. Он меняет при наклоне цвет. Это у нас тонопеременный элемент. Если подобрать определенный угол, то форма футболиста меняется с красной на зеленую. Наболевший вопрос установки системы «Эроглонасс» решился в этом году. Закон вступил в силу еще 1 января 2017 года. Но разработчики техрегламента Таможенного союза забыли прописать, как устанавливать систему на ввозимые иномарки. А дальневосточники, как известно, предпочитают поддержанные иномарки с правым рулем. Автомобиль был куплен еще в конце декабря. Он находится сейчас в стоями. Деньги на него уплачены. Ввиду того, что непонятная ситуация с этой кнопкой, машина оставлена там. И до сих пор мы не знаем, что с ней делать. Проблема была решена в ноябре этого года. В рио губернатора Приморского края Олег Кожемяка выступил к правительству с инициативой сделать необязательную установку системы для автомобилей иностранного производства, везенных на территорию Российской Федерации жителями Дальнего Востока. Изменение правил на установку системы «Размоназ», которая устанавливается на поддержанном автомобиле, как правило, приобретается для людей с небольшим доходом. Реально они никакого действия не доказывают, но около 30 тысяч люди должны платить. Поэтому, чтобы эта мера была установлена, и дала возможность людям, которые они устанавливают на поддержанной праворухе автомобилей или не устанавливают. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый порядок. Жителям Дальневосточного федерального округа будет разрешено везти по одному автомобилю в год, не означая его системы «Эроглонас». За первые дни работы по новым правилам таможни Дальнего Востока выдали паспорта транспортных средств на 47 автомобилей. 2018 год развязал узлы проблем, которые затягивались годами. Это касается и решения проблем обманутых дольщиков. Вот что значит политическая воля. В бюджете Приморского края предусмотрели 1,2 млрд рублей на помощь горемычным владельцам долгостроев. Более половины средств будут выделены до конца 2018 года. Средства пойдут на декапитализацию корпорации развития жилищного строительства края. Она достроит три проблемных объекта. Еще почти полмиллиарда рублей получат сами обманутые граждане из ЖК «Солнечная долина» и «Киперисово-26». Еще 2,5 млрд рублей планируют направить на обеспечение гарантии для достройки комплекса «Д» снеговой паде. Сегодня ворох нерешенных проблем на комплексе «Д» и мгновенно его решить невозможно. Поэтому давайте решать так. Вот приняли там пакет законов, он запустился, какая-то уже часть людей ушла с проблем. Ушла с проблем, значит осталась какая-то другая часть, у которых эти проблемы остались. По ним тоже будем принимать решения, тоже будем решать. А еще Владивосток стал презентабельнее, как будто знал, что станет столицей Дальневосточного федерального округа. Второй год подряд Владивосток участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В уходящем году было отремонтировано 10 дорог. По улицам Бестужева, Карьерная, Прапорщика Комарова, Светланская, Спортивная, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Адмирала Кузнецова, Русская и Порт-Артурская. В ходе реализации проекта было отремонтировано 20 тысяч квадратных метров тротуаров, лестницы, подпорные стены, демонтировано более 2600 метров трамвайных путей, установлено около 30 тысяч бортовых камней и 12 новых остановочных павильонов. Заменено более 600 люков и решеток инженерных сетей. Также уже на средства краевого бюджета ремонтировали аварийные участки дорожного полотна. В Владивостоке возобновлены работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог и проездов. Дополнительные средства выделены из бюджета администрации Приморского края по решению в Рио-губернатора. За текущую неделю проведены работы более чем на 10 тысяч квадратных метров дорог. Подводя итоги уходящего 2018 года, можно сказать, что в целом для страны и Приморья в частности год в экономическом смысле удался. Качество жизни возросло. Инфляцию планировали сдержать на уровне 4%. За целый год мы действительно не наблюдали показатель выше. И помните, любую ситуацию можно обернуть в свою пользу, особенно в год свиньи. Специалисты по нумерологии полагают, наступает довольно эффективный год для пополнения кошелька. Выигрывают те, кто имеет в запасе несколько идей для реализации. Одна из них обязательно выстрелит.